По прошедшему году мы уже много чего говорили, поэтому будем говорить о будущем. Мы уже его прожили, можно сказать, отход. Поэтому вряд ли еще когда такой год повторится, потому что в последний раз такой год был 2007. Поэтому на нем не будем останавливаться. Теперь, что касается прогнозов относительно экономической эффективности, в последние годы мне чаще приходится выступать именно по вопросам экономики, хотя и не экономистов. Вопросы технологические уже, так сказать, интересуют меньше, потому что если нет денег в хозяйстве, то ни о какой технологии речи вести не стоит. Значит, для того, чтобы делать прогнозы, нам надо понимать, что мы на данный момент имеем и какие у нас переходящие ресурсы по зерну. Вы знаете, что в 2022-2023 годах общий валовый сбор у нас превышал ежегодно 150 миллионов тонн. В 2024 году мы собрали 128 миллионов тонн, но еще министерство окончательно цифру не назвало, но мы считаем, что в миллион максимум добавится и все. Далее у нас возрос экспортный потенциал. Если раньше нам 40 миллионов тонн считалось это достижение, то по прошлому году, вернее по текущему, мы превысили 70 миллионов тонн, а в прошлом году 62 миллиона тонн. Поэтому все переходящие остатки, которые были от урожая 2022-2023 года, они практически полностью зарасходованы. В отдельном месяце у нас экспорт достигал 7,5 миллионов тонн в месяц. То есть остатки, которые у нас остались от прошлых лет, это фактически максимум на два месяца экспорта. Урожай текущего года при внутреннем потреблении Российской Федерации 87-88 миллионов тонн, это корма, семена и продовольствие, то у нас остается от урожая текущего года около 40 миллионов тонн. То есть задачу, которую поставило правительство, экспортировать ежегодно 70 миллионов тонн, она на следующий год выполнена не будет. Соответственно, где-то к маю месяцу правительство пойдет либо на уменьшение квот, либо будет взрывной рост цены. Но если смотреть по этому году, то уже видно, что относительно прошлого года фуражное зерно центральной России подорожало в два раза. В прошлом году оно было 7 тысяч тонн, а в этом году уже 14. И по 14 еще проблематично купить. Следующий момент, который позволяет нам прогнозировать, что будет значительный рост цен именно на зерновые, это тот факт, что у нас на сегодняшний день, относительно прошлого года, недосеяно 2 миллиона тонн, 2 миллиона гектаров озимопшеницы, то есть посеяно около 19 миллионов, при прошлогодних 21 миллион. Соответственно, и состояние озимой пшеницы на сегодняшний день, ну, плачевное, мягко сказать, потому что если взять регионы Воронеж, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Ростов, то фактически раскустившихся озимых, мало того, что нет, у нас еще где-то процентов в Ростовской области, процентов 40 вообще не взошло еще. То есть на севере области осадки прошли как раз до глубины заделки семян, и все. И другой момент, который характерен для текущей ситуации, вот когда перенесли в более северные регионы рекомендацию краснодарцев о том, чтобы заделывать семена на 2-3 сантиметра. В итоге, что мы в этом году получили? Те хозяйства, которые в севернее маныча на эту глубину посели, массовое выдувание, потому что сильные ветры будут лишаться эти семена на поверхность. Какие прогнозные цены мы прогнозируем на следующий год? Ну, сейчас, если посмотреть, у нас стабильно достаточно высокая цена на 3 культуры. Это соя, это нут, и третья культура подсолнечник. Да, но в этом году сейчас цена на подсолнечник уже практически дошла до 50 тысяч. Но так как у нас весь практически объем перерабатывается внутри, эту цену сельхозпереработчики опустят. Поэтому, потому что свыше 50 тысяч за тонну семян, вернее масло семян, это приведет к обвалу, к резкому росту цен на масло. Вы помните, два года назад, когда правительство в экстренном, экстренно, так сказать, решало вопросы, как снизить цену на масло. Поэтому, я думаю, что переработчики эту цену понизят. Из культур, которые мы ожидаем, наиболее существенный рост по цене, это азимовшниц. Поэтому, этой культуре надо уделять особое внимание. Ну, и традиционно в высоком ценовом сегменте остается лен маслячный. Ну, и в этом году рекорд по стоимости по кукурузе за неурожай. Она уже перевалила за 20 тысяч тонн. Но это, скорее всего, форс-мажор. На следующий год такая картина не повторится. Теперь, что касается затраты себестоимости повозимой пшеницы. В зависимости от количества осадков среднегодового и типа почвы, совершенно разные затраты получаются на единицу площади. Суда входит, здесь посчитано, что где-то больше 50% земли арендной, поэтому арендная плата. И на 2-3 месяца хозяйство берет кредит наиболее сложный период. Потому что, если хозяйство берет на более длительный период кредиты, то это уже экономически несостоятельное хозяйство. поэтому мы таких не останавливаемся, потому что они фактически за 2 года ванкрутились. Так вот, даже на каштановых почвах мы ожидаем, что будет получена прибыль при вот столь не высоких уровнях продуктивности. Поэтому, когда говорят, что с 3 тонн нельзя сделать экономику, очень даже можно. Все зависит от себестоимости и по цене реализации. Далее, по ячменю. Ячмень, а зимы у нас возделываются в основном только на чарноземье обыкновенном. это Краснодарский край, часть Ставрополя и часть Ростовской области. Поэтому он очень хорош будет с точки зрения цены и экономики. По яровому ячменю, несмотря на то, что будут цены более высокие, в принципе, он и при этих ценах окажется экономически убыточным. По просу. Проса у нас получается более-менее выгодно только на черноземье обыкновенном при более 500 мм высадке, но емкость рынка проса очень небольшая. Поэтому ставку делать на эту культуру мы не рекомендуем. Что касается культуры, которая у нас недостаточно раскручена, имеет большой рынок, емкость рынка, это Сорга. Мы забыли за эту культуру, хотя, допустим, целый ряд засушливых регионов, это большая часть Ставрополя, Ростовской области, это Волгоградская область, Самара, Саратов. Сорга как раз та культура, которая позволяет получить хорошую экономику. Единственное, что у Сорга есть три нюанса, которые нужно технологам учитывать. Первое, это там, где поля засоренные злаковыми сорняками, то обязательно сорта, вернее, гибриды, должны быть семена обработаны антидотом, чтобы можно было бороться со злаковым сорняком. Это один вопрос. Второй вопрос, это не грубить с нормой высева, то есть можно даже остановиться на 100-120 тысячах, не грубить. Широкорядные посевы. И третий вопрос, это защита от тлей. Далее, по гороху. Горох у нас, вообще, емкость рынка по гороху очень большая. Сейчас ценник достаточно хороший, но мы недостаточно вырастили количество гороха. Горох, в принципе, в объемах, которые мы вырастили, это около 3 миллионов тонн, а у нас потребности внешнего рынка больше 5 миллионов тонн. Поэтому здесь рост должен быть и посевных площадей. Единственное, что экономика гороха хороша только на черноземах обыкновенных. Черноземы южные, где там меньше 500 миллиметров осадка, не говоря уже за каштаны, потому что экономика вообще никуда не годит. Что касается нута, это одна из тех культур, которая позволяет иметь хорошую экономику, причем в засушливых условиях лучше, чем во влажном. И не случайно по нуту в Краснодарском крае получает худшие результаты, чем, допустим, в Ростове или Воронеже или Волгограде, вернее. Потому что нут не любит большое количество осадков в период цветения налива. тогда просто напросто пегабайт. Есть ряд приемов агротехнических, позволяющих, так сказать, уйти от этой проблемы, но она не каждый год получается. лен маслячный. По льну маслячную у нас стабильно высокая цена, но в этом году большой недобор по урожайности, дефицит большой и по семенам будет достаточно большой дефицит. Но экономика по льну, представьте, даже 6-7 центров вы уже в плюсе получается. А 6-7 центров по льну получить достаточно легко. технология несложная, набор гербицидов большой, в отличие от нута, и вариантов тут, как говорится, достаточно много. Поэтому лен маслячный вполне экономически оправданная, хорошая культура маслячного. Что касается горчицы саревской. По горчице раньше она экономически выглядела гораздо предпочтительнее. По текущему году и по ситуации которая сложилась на рынке в общем-то особой большой ставки на эту культуру делать не стоит. Другой вопрос горчица белая там чуть получше экономика, а вот по саревской горчице экономика неважна. Что касается подсолнечек. Подсолнечек у нас традиционно хорошая экономика складывается. Однако проблема которую мы будем иметь на следующий год это семена. семена которые сейчас вы знаете что импортных хороших семян у нас практически не осталось и те семена которые у нас присутствуют на рынке в частности в этом году той же компании пионеры это какой-то пародия мягко говоря не гибриды поэтому тут надо очень внимательно подходить и смотреть что за семена вы берете есть неплохие результаты допустим по щелков крич по текущему году неплохие результаты по неимков русским вот этим межеумкам целый ряд сортов вполне хорошо достойно себя в этом году показали то есть они дали стабильно больше двух тонн за гектар при учете стоимости которые сейчас на рынке эта экономика очень хорошо по подсолнечку сложилась по кукурузе ну в этом году вы знаете только орошенцы выскочили но по кукурузе получилась следующая ситуация если мы на багаре даже в краснодарском крае ряд хозяйств получили урожайность далеко ниже трех тонн а это убытки и сейчас даже те гибриды которые отечественные есть по кукурузе если мы выходим на орошение то разница в урожайности импортных гибридов наших 4-5 тонн на орошаемых гектар не в нашу пользу поэтому тот кто занимается орошением те конечно предпочтение давать по любому импортным гибридам ну и экономика видите на багаре экономика очень непредсказуема можно рискнуть только на черноземе обыкновенном ни в коем случае не на каштановых ни на черноземах южных не стоит рисковать с этой культуры по сои сои вы знаете что в этом году мы рекордную площадь посели 4,2 миллиона эта культура достаточно перспективна как ни странно она в этом году достаточно хорошо перенесла заморозки и в засушливых условиях вполне удовлетворительно дает экономику поэтому обращайте внимание на эту культуру площади ее надо расширять безусловно надо ее шире и возделать потому что экономика по ней складывается очень хорошо даже в засушливых условиях поэтому эту культуру надо совершенствовать технологию тем более что если эта культура возделывается в монокультуре то результаты еще лучше получаются чем вы ее просто чередуете по чечевице по чечевице в целом результаты получаются неплохие но это на черноземах на каштановых светло-темно каштановых почвах экономика по чечевице складывается неблагоприятно какие направления снижения себестоимости это для хозяйств и для руководителей которые думают на перспективу и занимаются серьезным развитием первое в засушливых условиях нам надо где достаточно высокая доля пара это Калмыкия Дагестан Астрахань Волгоград значительная часть Ставрополя и Ростовской области восток северо-восток там конечно надо переходить отказываться от чистых паров и переходить на пары химические там есть целый ряд нюансов потому что даже опытных агрономов обучаешь они начинают понимать что такое химический пар на 3-4 год как с ним работать поэтому вот тут несмотря казалось бы простая вещь вовремя применить гербициды не могут вовремя применить как это положено следующий момент применение удобрений не голословное должно быть а по результатам диагностики тогда можно сократить дозы и затраты на удобрение до 20% без ущерба для продуктивности ну и посредством защиты на рынке много сейчас всяких предложений нужно правильно подбирать действующее вещество потому что если вы неправильно идентифицировали проблему то какие бы вы средства защиты не применяли вы проблему можете эту не решить ну яркий пример допустим мегилопс или как в текущем году применение фунгицидов дало отрезательный результат то есть надо подходить к этому очень так взвешенно и со знанием дела да заканчиваю далее гибкая структура посевных площадей и для хозяйств очень важно выделить поля с высоким потенциалом продуктивности и на них делать упор с точки зрения затрат ну и в заключении значит экономически рентабельными на каштановых почвах у нас три культура зимов шиница нут и сурга ну и на всех типах почвах убыточный яровой чмень кукуруза на зерно незначительная рентабельность попроса и горчица на черноземах обыкновенных такие культуры как озимая пшеница озимая чмень соя подсолончик горох чечевица лен масличный будут давать хороший финансовый результат ну и на черноземе южном озимая пшеница ну подсолончик сорга горох чечевица все благодарю за удачу вас южMM непременно крив